Здравствуйте! Вы смотрите новости Ленинского городского округа. Меня зовут Дмитрий Книга. Сегодня в выпуске вы увидите. В историко-культурном центре прошли выборы секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Депутат Государственной Думы Михаил Терентьев встретился с членами общества «Инвалидов». Рассказать о том, какие результаты были в прошлом году, какие законодательные изменения были. На платформе Расторгуева провели профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». Мы выбираем станцию с наиболее большим пассажиропотоком. В историко-культурном центре прошли выборы секретаря местного отделения партии «Единая Россия». По итогам тайного голосования секретарем был избран глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Партия «Единая Россия» изменила состав полицовета местного отделения Ленинского округа. Главной задачей конференции стал выбор секретаря. Выдвиженцами на должность выступили начальник территориального управления Михаил Рассказов и глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Станислав Анатольевич, он партиец сам по себе. Фракция его поддержала на должность главы. И тем самым мы бы хотели сегодня, наверное, конференция «Единая Россия» выразить очередное доверие в адрес главы. В работе конференции приняли участие более 60 делегатов от первичных отделений партии, депутаты фракции и члены местного политического совета. Вижу, что он очень неравнодушен ко всем проблемам, которые у нас в городском округе. Он это все хочет охватить быстро, чтобы все это было хорошо сделано, вникает во все. А мне это импонирует. И поэтому я считаю, что Слав Анатольевич достоин, чтобы он возглавлял нашу темную организацию. Благодаря поддержке в 65 голосов из 67 секретарем был избран Станислав Катаров. Согласно уставу партии, сегментария местного отделения партии, входит в состав местного политического совета. Подолжите. Кто за это предложил, прошу голосовать. Против? Воздержались? Решили? Станислав Катаров обозначил ключевые задачи и направления работы местного отделения партии, а также поблагодарил делегатов конференции за доверие. Мы с вами продолжим активно работать на благо нашего городского округа в Московской области. Прежде всего, изменения в том, как организация городского округа поднимается по степенькам вверх в районе Московской области. Но не только в этих смыслах, сколько в отношении людей и в тех делах, которые мы делаем. А в этом я полностью уверен. Спасибо. Станислав Катаров является членом партии «Единая Россия» более семи лет. Имеет большой опыт работы. В его планах – повышение уровня доверия граждан к партии и обеспечение поддержки жителей округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В детской школе искусств города Видное составила встреча депутата Государственной Думы Михаила Терентьева с членами Ленинского отделения Всероссийского общества инвалидов. В формате открытого диалога подняли актуальные темы для людей с ограниченными возможностями здоровья и обсудили проблемные вопросы. Депутат Государственной Думы Михаил Терентьев не впервые видно. В городе была приемная парламентария, где регулярно проводились встречи с членами местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Встречи происходят по-разному. Где-то вопросы звучат проблемные, которые пытаемся сразу разобраться или говорим о том, чтобы в наш адрес написали обращение, чтобы обратиться в компетентные органы. Но встреча, наверное, такой обмен мнениями, рассказать о том, какие результаты были в прошлом году, какие законодательные изменения были. На очередную беседу с народным избранником пришли более 50 человек. Люди пришли пообщаться с депутатом Государственной Думы. Они пришли, чтобы задать волнующие их вопросы, чтобы получить доступные, понятные ответы. И, конечно, он приехал, чтобы рассказать, что нового в законодательстве для инвалидов. А нам это очень интересно, потому что время летит просто, и мы не всегда успеваем следить за новостями, которые происходят в сфере законодательства. В этом году местное отделение общества инвалидов отмечает 35-летие со дня основания. В связи с этим событием запланировано много мероприятий, в том числе ремонт помещения, где располагается организация. Они легки на подъем, собираются быстро, путешествуют вообще в туристические какие-то истории, отправляются. Им и помещение-то нужно для того, чтобы это был и офис, и квартира, и досуговый центр, и танцевальный зал. Вот это все вместе, потому что по потребностям. Во время беседы у всех желающих была возможность задать волнующие вопросы Михаилу Терентьеву. Валентина Березовская, инвалид третьей группы, живет в деревне Пуговичино. Обратилась к депутату с просьбой решить проблему с общественным транспортом в населенном пункте. Со стороны трассы Видновской, это самое, 3 километра мы ходим пешком. Дорога порой не очищена, тротуарчик для людей тоже так же загрязнен, не очищен, ползем по встречной. Другая дорога есть со стороны Калиновки, туда километр нам пешком. Но понимаете в чем дело? Автобус идет 35-й в Калиновку, идет через Каширку, и 8-й, который идет прямо из города Видное. К нам они не заходят. Во время встречи депутат проинформировал собравшихся о том, какие законы в социальной сфере были приняты в Государственной Думе. Также были рассмотрены вопросы трудоустройства и образования людей с инвалидностью, работы медицинских учреждений и предоставления путевок в оздоровительной организации. В завершении встречи Михаил Церентьев пообещал, что поступившие к нему обращения не останутся без внимания, и он приложит все усилия, чтобы решить проблемные вопросы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Представители участковых избирательных комиссий продолжают обходить квартиры для того, чтобы проинформировать жителей Ленинского городского округа о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Представители избирательных комиссий делают адресный обход жителей муниципалитета для того, чтобы напомнить гражданам о предстоящих выборах на пост президента России, сообщить о способах голосования и адресах избирательных участков. У нас жизнь, как белка в колесе, да, работа, дом, дети, школа, и, если честно, выпадает из головы. И когда вот люди ходят, информируют, напоминают, это немножко отложится, и я, если честно, забыла. И вот вы сегодня пришли, проинформировали меня. Кроме того, члены избирательных комиссий задают вопросы о предстоящих выборах через специальное приложение в смартфоне. Выборы президента Российской Федерации состоят с 15, 16 и 17 марта. Скажите, вы будете голосовать? Обязательно. Обязательно, хорошо. А, скажите, пожалуйста, каким способом вам удобнее голосовать на избирательном участке? Это седьмая школа. На избирательном участке? На избирательном участке, да, вариант А. Если к вам в дверь позвонили и представились работникам избирательной комиссии, не удивляйтесь. Узнать их можно по специальной форме. Он имеет специальную куртку, да, с логотипами. Вот, есть именное удостоверение, бейджик. И синяя сумка через плечо, на которой есть логотип выбора президента России. Напомним, что такое информирование граждан по всей стране продлится до 7 марта. Юлия Стафёрова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Жительницы деревни Спасская организовали сбор посылок бойцам в зону проведения специальной военной операции. Всё самое необходимое – провизия, тёплые вещи, спальные мешки, рации и генератор. Как видновчанки собирают и передают гуманитарную помощь, узнала Инга Янчук. Гуманитарная помощь отправляется из Ленинского округа в зону СВО каждую неделю. Жители деревни Спасская одними из первых начали отправлять посылки бойцам. Помощь в сборе самого необходимого оказывает депутат Совета депутатов Гаджимурад Гаджимурадов. Со временем это всё шалонами, фурами когда-нибудь привезут, но это время уйдёт. А надо сейчас и сегодня окапываться и утепляться. Это всё-таки и здоровье, и условия, и житья. Их надо сейчас организовывать. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому стараемся вот так оперативно помогать. 12 коробок с вещами и провизией, 15 спальных мешков, рации и генератор были отправлены в госпиталь 88-й бригаде 10-й роты. Всего за два года от жителей деревни на передовую ушло более 20 машин с гуманитарной помощью. Сбор организовывает староста деревни Спасская Алла Третьякова. Это у нас приобрело такой системный характер, за что я очень благодарна нашим жителям, которые откликаются на все мои просьбы, очень активно принимают участие, вяжут носки, дети рисуют рисунки. Со времен отправки самого первого груза Светлана Андреева стала вязать носки для бойцов. Позже к этому делу она подключила и других жителей деревни. Я, например, могу вязать, поэтому я вяжу носочки. Нужно было постельное белье или одеяло в госпиталь. Отправляли. Следующая партия гуманитарного груза отправится в зону СВО к 8 марта. В ней будет собрано все необходимое для девушек, работающих в госпиталях. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Для того, чтобы напомнить пассажирам о правилах нахождения на железнодорожных объектах, на платформе Расторгуева провели профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». Более подробно в следующем сюжете. Как показывает практика, большинство происшествий на железной дороге происходят из-за беспечности людей, которые переходят пути в неположенном месте. Для того, чтобы предотвратить трагические случаи для пассажиров, провели профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». Мы выбираем станции с наиболее большим пассажиропотоком, на которых большинство случаев у нас смертельных произошло. Там мы делаем упор на разъяснительную работу. Рейд проводили сотрудники отдела дорожного хозяйства и транспорта Ленинского округа совместно с центральной пригородной пассажирской компанией и сотрудниками линейного управления полиции по Велецкого направления. И прежде чем переходить в железную дорогу, обязательно надо снимать наушники, капюшон и посмотреть влево-вправо, ездить поезд или нет. В рейде «Сохрани себе жизнь» участвовали все муниципалитеты Подмосковья. По видеотрансляции в режиме онлайн можно было наблюдать за тем, как информируют граждан. Мы совместно с Министерством транспорта Московской области и другими округами в настоящее время ведем прямую трансляцию с места событий и в онлайн-режиме освещаем все, что мы сейчас делаем. Тем, кто переходит железнодорожные пути в неположенном месте, грозит штраф. Для детей предусмотрена другая ответственность. Мы вызываем родителей, оформляем данного несовершеннолетнего, то есть берем объяснение, что с родителей, что у него полностью, оформляем документы и направляем полностью материал в комиссию по делам несовершеннолетних. Напомним, что переход граждан через пути разрешен только по специально отведенным для этого местам. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Газете «Видновские вести» исполнилось 93 года. Официальное печатное издание Ленинского городского округа имеет богатую историю и почти вековой опыт информирования жителей о событиях нашего края. Поздравляем коллег с этим праздником. 93 года назад вышел первый выпуск газеты «В бой за коллективизацию». За минувшие десятилетия она сменила несколько названий, и вот уже более 30 лет известно всем жителям города, как «Видновские вести». С годами сменилось несколько поколений сотрудников, появились новые рубрики. Неизменным было лишь одно – любовь журналистов к своему делу. «Коллектив газеты, как любой творческий коллектив, он как оркестр. Если он расстроен, то ничего хорошего он не сыграет. А вот если он хорошо настроен, в хорошем настроении, то и номер выйдет, как всегда, в самом хорошем качестве, к чему мы стремимся». На настоящий момент самый опытный автор газеты – Итери Каберидзе. Она работает здесь уже 33 года. За это время многие герои статей стали для нее по-настоящему близкими людьми. А все потому, что каждую историю Итери Акакиевна пропускает через себя. «Мы стараемся, журналисты, в каждую свою заметку, в каждую свою статью все равно вложить в частицу своей души. Потому что мы не блогеры, мы именно журналисты. Мы хотим передать новости не сухо, а именно так, чтобы читатель почувствовал нашу позицию. А позиция гражданская, общественная, она важна для каждого человека». Несмотря на почтенный возраст, издание идет в ногу со временем и постоянно развивается. Главная задача – сделать газету интересной широкому кругу читателей. При этом важно сохранять традиции и не забывать историю. «2024 год объявлен президентом Годом семьи. В связи с этим совместно с Видновским благочинием и Подольской епархией появилась идея расширить нынешнюю рубрику «Свет истины», сделать ее масштабнее, довести до отдельного, возможно, в будущем приложения». Кроме того, газета «Видновские вести» регулярно проводит викторийные конкурсы среди читателей, активно задействуют социальные сети. Желаем нашим коллегам не останавливаться на достигнутом и реализовывать все свои идеи. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова